МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика в студии Татьяна Трофимова. И прямо сейчас о главных событиях в Чувашии. Сегодня в выпуске. Говорит Калининград. Для военнослужащих Балтийского флота в честь праздника организовали телемост с родными. Из микрокредитов максимальные долги. В России изменились условия предоставления займов. Как и от чего защитили россиян. Кто ли еще будет или точные науки из детского сада? В Чебоксарах открылась первая STEM-лаборатория. На связи Чуваша и Калининградская область. Военнослужащие Балтийского флота, уроженцы республики, смогли поговорить со своими родителями, несмотря на расстояние. Цифровые технологии это позволяют. Подробности у Дмитрия Ковалева. Такая возможность пообщаться с родными по видеосвязи военным морякам выпадает крайне редко. В распорядке экипажей боевых кораблей не минуты свободного времени. Эта служба и трудна, и почетна. Балтийский флот стоит на страже западных рубежей страны. Сыновья возмужали, говорят мамы новобранцев, не скрывая слез. Мы тоже очень рады, что сыновья служат у вас. Достойно выполняют свой боевый флот и спросить там всех, мужчин и женщин тоже, потому что мама это крепкий тыл мужчины. Сын Ирины Роживиной Никита уже планирует остаться на флоте, служить по контракту. Папа у Никиты, он у нас служил в Германии, он прапорщик, а то, что он в полосочку, мне очень нравится. Чувства родителей моряков, временно исполняющие обязанности главы региона, понимает прекрасно. Олег Николаев, вот он на фото, дослужился до заместителя командира взвода, а сейчас и его старший сын, курсант военного училища. Сейчас он на третьем курсе учится, будущий офицер. Ну вот сейчас уже похоже, ну я вижу во всяком случае по эмоциям, ему очень нравится, потому что человек, во-первых, привыкает, а во-вторых, когда все-таки привыкаешь вот к этому режиму, дисциплине, возникает и гордость тем, что делаешь, что что-то получается. Очевидно, что вот такие наши современные боеспособные вооруженные силы, как на суше, так и на воде, очень важны для того, чтобы позиционировать нашу страну как равноправного участника международного права. Название «Чувашия» ракетному катеру было присвоено пять лет назад, а в конце 2017 года и у города Новочебоксарск появился подшифтный корабль. У республики Балтийского флота давние связи. Долгое время западные широты охранял и пограничный сторожевик «Чебоксары». Также мы представляли нашу республику на главном военно-морском параде последние три года подряд. В этом году также планируется. Ребята, которые проходят службу по призыву, достойно завершат свой год службы. Лучшего примера для призывников трудно пожелать. Слова благодарности командующим флота Олег Николаев выразил за заботу о ребятах. Всех их мы ждем бравыми, здоровыми, готовыми дальше уже служить здесь, на территории Чувашии и решать, может быть, не военные, гражданские, но не менее важные задачи по развитию нашей республики. Ну а делегацию республики ждут в Балтийске на торжествах, посвященных Дню военно-морского флота. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Павел Иритков. Республика. Решить наболевшие вопросы при личной встрече. Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики работал в общественной приемной президента. С какими просьбами обратились жители, смотрите далее. Если бы супруги Совко пришли на прием к Олегу Николаеву с сыновьями и дочками, в рабочем кабинете стало бы тесно. В семье шестеро детей и, пожалуй, их главная проблема – небольшая квартира. В очереди на улучшение жилищных условий стоят долгие годы. Когда у нас родился пятый ребенок, нас перевели в льготную очередь под номером 26. Это было в 2013 году. Но, конечно, обещали, что через полтора-два года мы получим жилье, но время идет. Решение проблем многодетных семей сейчас находится на особом контроле у государства, подчеркнул Олег Николаев. Есть определенная процедура, то есть будет обрабатываться аукцион, покупка и так далее. Сейчас я уже дам поручение, но давайте посмотрим еще и, возможно, дополнительную форму поддержки. Хочу высказать слова благодарности, ну, во-первых, за то, что вы решились. Светлана Федотова, тоже многодетная мама, просит перевезти младшего сына в школу, где уже обучаются старшие. Так удобнее для семьи. Трое учатся в 55-й школе. Три года уже хожу. Вот писала и министерство, и в отдел образования, и вот все ответы, которым мне ответили, что нет. Очевидно, что вы имеете полное право претендовать на такую реализацию. Если вдруг там классы переполнены в 55-й школе, то я думаю, что мы вам точно поможем в рамках летних каникул. То есть, чтобы с 1 сентября, чтобы ваш ребенок так вас устроить, если мы хотим. Ну, давайте мы тогда такой план себе поставим, задачу. Вопрос Олегу Николаеву поступил из деревни Мажары Козловского района. Просьба местных жителей отремонтировать дорогу. Изучим, какие затраты нужно для того, чтобы привезти и исполнить то, о чем вы просите. Ну и, соответственно, вас мы известим. Нам на самом деле подтверждают, что есть неровности. Мы давайте так сделаем. Я сейчас дам поручение министру транспорта и дорожного хозяйства в Чувашской республике. Провести водопровод в деревне Сетракосы, предоставить жилье детям-сиротам, компенсировать затраты на школьное питание маме и ребенка-инвалида. Это поручение в Рио главы региона, правительству и муниципальным властям. Большинство поступающих в общественную приемную вопросов частные. Но решать их необходимо комплексно, чтобы жители не сталкивались с подобными проблемами, отметил Олег Николаев. Системный подход даст возможность предупреждать повторные проявления. На его контроле каждая просьба. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков, Республика. С этого года на законодательном уровне изменились условия предоставления кредитов и займов. Это касается банков и микрофинансовых организаций. Одно из нововведений – максимальная сумма долга по договору микрозайма, заключенного в этом году, не может превышать первоначальный долг более чем в полтора раза. Теперь после достижения этого показателя кредитору запрещается начислять проценты, неустойки, взымать пени и другие платежи. В Чувашии 18 микрофинансовых организаций. Они быстро и без большого пакета документов выдают займы населению. При этом берут огромный процент. Часто между клиентами и такими организациями возникают споры. С этого года для рассмотрения таких денежных вопросов можно обратиться к финансовому уполномоченному, если размер требований клиента о взыскании денег не превышает 500 тысяч рублей. В конце прошлого года МФО запретили выдавать займы под залог жилья. Эта мера прежде всего была направлена на борьбу с черными кредиторами, которые себя выдавали за законопослушные МФО и проводили рискованные сделки с единственным жильем заемщика. Все банки и микрофинансовые организации при предоставлении кредитов и займов от 10 тысяч рублей обязаны рассчитать клиентам показатель долговой нагрузки. Он поможет заемщику оценить свои возможности по погашению долга, а кредитору при необходимости выдать меньшую сумму займа. Это соотношение платежей, которые, в общем-то, платежи по всем ранее не погашенным кредитным займам относятся к его ежемесячным доходам. Если, конечно, такие платежи уже достигают, сумма по таким платежам достигает 50% и выше, то такой ПДН считается высоким. Сотрудники Национального банка рекомендуют хорошо взвесить свои финансовые возможности при оформлении кредита или займа. И обязательно убедиться, что банк или микрофинансовая организация – легальные участники финансового рынка. Сделать это можно на сайте Банка России. И всегда внимательно читайте документы перед тем, как их подписывать. Стартовала декларационная кампания этого года. Как обычно, она продлится до 30 апреля. О налогах с доходов и вычетах при тратах в нашем сюжете. Добросовестные налогоплательщики знают все. Ежегодно они приходят в налоговую инспекцию и уже детально пошагово знают, какие документы надо сдавать и заполнять, чтобы не нарушить закон. Кто-то делает это в электронном виде, а кто-то по-прежнему приходит проконсультироваться со специалистами ведомства и сдать декларацию лично. Но каждый год появляются и новички – те, кто первый раз заполняет необходимые документы. Кто продал квартиру, земельный участок, дома, кто сдавал свое имущество в аренду, они обязаны сдать декларацию до 30 апреля этого года. Платить налоги нужно из доходов в виде дорогих подарков, полученных не от близких родственников, и с выигрышей в лотереях. Отсчитываются о своих доходах и индивидуальные предприниматели. Для тех, кто не предоставит декларацию вовремя, предусмотрены штрафные санкции. Специалисты налоговой службы напоминают – можно также оформить налоговые вычеты и вернуть часть потраченных средств. Кто лечился, кто квартиры купил, у кого дети учатся, они могут до конца года сдавать декларацию и получить вычеты. Личный кабинет на официальном сайте ФНС России, налоговая инспекция, многофункциональный центр. У налогоплательщиков теперь есть выборы для оплаты. Александр Соловьев, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Чувашии стартовал восьмой открытый региональный чемпионат молодые профессионалы WorldSkills Russia. Всего в конкурсах примут участие 320 специалистов. Участники будут соревноваться по 63 компетенциям на 18 площадках, которые развернутся на базе профессиональных образовательных организаций Республики. Оценивать работу конкурсантов будут более 470 экспертов. В Чубаксарах открылась первая в Республике дошкольная STEM-лаборатория. По новейшей образовательной технологии уже работают более 600 организаций по стране. В их числе Чубаксарский детский сад номер 7 «Созвездие». Такая интересная деталька. Где нам ее найти? А вот такую? Классно. Построить летучий корабль, придумать и создать игрушку мечты. Все реально с системой STEM. В проекте участвуют дети, начиная с трех лет. В игровой форме они осваивают разнообразные образовательные модули. Самые интересные кейсы, по словам куратора проекта, дошкольники раскрывают в подготовительном возрасте. Детки смогут заниматься научно-техническим творчеством, осваивать такую проектную кейсовую деятельность, осваивая шесть образовательных модулей. Дидактическая система Фридриха Фрёбеля, робототехника, снимать мультфильмы, заниматься математическим развитием, экспериментировать с живой и неживой природой и, конечно же, конструировать. Детский сад номер 7 получил сертификат инновационной площадки по апробации программы STEM образования детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пять педагогов учреждений прошли специальное обучение в Москве и теперь проводят мастер-классы по разным направлениям. С опытными наставниками ребята учатся понимать и выстраивать логическую цепочку, сформировать навыки работы в команде. Сделать мультик самому – это неотъемлемый труд. И, конечно, это очень сложно и интересно и занимательно. И фигур для мультиков они также могут сделать сами из пластилина или использовать готовые. Сценарий тоже можно использовать по какой-либо сказке или же фантазировать, да, ребята? Очень здорово, что открылась в нашем саду такая лаборатория. Теперь нашим детям, я думаю, то, что будет интересно, опознать первый опыт, изучить точные науки, информатика, технология, техника, инженерия, не выходя из детского сада, получить знания какие-то. И я думаю, то, что моим двум сыновьям пригодятся эти знания и полученный первый опыт в этой лаборатории в будущем. Опытом новаторов уже заинтересовались коллеги из других дошкольных учреждений. С внедрением необходимой материально-технической базы это станет возможным для большего количества образовательных учреждений. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. О чем вспоминает солдат на поле боя? О родных местах, своем доме, лицах близких ему людей. Об этом можно прочитать в их письмах. Именно вести с фронта, а еще различные документы, кинопленки легли в основу экспозиции «Солдат с войны домой вернулся». Чувашия 1945 года. Она открылась в Национальном музее. Добрались до фашистского логова и забили насмерть фашистскую гадину в его логове. Война коснулась каждой семьи в стране и республике. Более 200 тысяч уроженцев Чувашии ушли на фронт. Половина из них не вернулись. После окончания войны все вместе поднимали страну, восстанавливали разрушенное народное хозяйство. Этим страницам истории и посвящена выставка. Эта выставка рассказывает о том, как готовились Чувашии к встрече демобилизованных воинов. Мы хотели показать, каким образом воины, приехавшие, вернувшиеся в свою родную Чувашию, увидели свою новую преображенную республику. Потому что появились новые предприятия, которые до этого на территории Чувашии не функционировали. Целые новые отрасли промышленности. Изменилась не только промышленность, изменился и быт. Изменилось образование и культура. Послевоенная промышленность представлена продукцией Чебоксарского электроаппаратного и канажского вагоноремонтного заводов. На открытии выставки можно было встретить и марионеток в военной форме. В этом году Чувашский театр «Кукол» тоже отмечает 75-летие. Он ровесник Великой Победы. Еще до Победы Сергей Макарович Мерзляков, основатель нашего театра, приехал в город Чебоксары, а точнее в город Ядрин, чтобы основать театр «Кукол». И основал его, понимая, насколько солдатам войны необходимы эмоциональные всплески, когда они видят средствами искусства, что будет показано, в том числе и театр «Кукол». Это сатира прежде всего, это высмеивание фашистских захватчиков. Выставка словно машина временем. Здесь и интерьер избы тех лет, и реконструкция кузова советского грузового автомобиля «Полуторки». В экспозиции представлены и личные вещи героев, участников Великой Отечественной. Фотографии и документы из фондов музея, архива, киностудии. Юлия Важенина, Алексей Зотиков, Бахсьяр Велиев, Республика. Всероссийская гонка «Лыжня России-2020» в Чувашии все же состоялась. Выручила трасса регионального биатлонного центра. Там сохранился снег. За участниками массовых стартов наблюдала наша съемочная группа. Из-за аномально теплой погоды в этом году дату проведения лыжни каждый субъект выбирал самостоятельно. В субботу вместе с чебоксарами на старт вышли еще 17 районов республики. В столице массовые заезды впервые состоялись на базе регионального центра биатлона. Именно там удалось сохранить нормальную лыжню. Для участников гонки даже организовали трансфер от Чебоксары-арена. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спортивная часть программы открылась ВИП-забегом. В этом году его дистанция составила 2020 метров. На самом деле лыжня подготовлена просто отлично. Погода на свой замечательная. Самыми юными участниками лыжни России стали 4-летняя Александра Кускова и 5-летний Никита Маклашкин. Самый массовый заезд на 3-километровую дистанцию. Он для тех, кто не представляет свою жизнь без лыжни. Через год после окончания финской войны мы переехали в город Выборг. И вот там уже в 2-годичном возрасте у меня уже были свои лыжи. Нынче у меня 80-й год, как я думаю, что я без спорта никуда. В этом году в Чувашии в массовой гонке приняли участие около 47 тысяч человек. По всем составляющим сегодняшнее мероприятие получилось. В первую очередь это наличие снега, отличной погоды, солнечной погоды. Ну и самое главное улыбок на лицах участников. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. Это главные новости к этому часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин